Вы смотрите новости Северобашкирии. В Нефтекамске пройдет «Мама партий-2019». Гостей праздника ждут море позитива, розыгрыши от спонсоров, мастер-класс по прическам, выступлений студии танца «Жасмин», «Дэнс Микс» и «Дэнс Холл», живой звук от кавер-группы «ЖД» и многое другое. Мероприятие состоится 3 марта в многофункциональном центре «Урал» в зале «Консорт Холл 55». Начало 18 часов. Вход в свободный. Взрастных ограничений нет. В Никола-Березовке подвели итоги конкурса детских рисунков ГТО «Поверь себя, проверь себя». Его провели сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса «Прикамье». Участие в конкурсе приняли дети в возрасте до 14 лет. На суд жюри представили около 40 работ. В итоге гран-при получила 9-летняя Мелиуша Софиулина из Раздолье. Она нарисовала рисунок на тему «Личные истории спортивных результатов». Всех победителей наградят в начале апреля на торжественном вручении знаков ГТО. В школе номер 2 Верхних Таташлов прошел муниципальный этап всероссийской игры «Защитники вперед». В конкурсе приняли участие 8 команд, участникся 3-4 классов из школы района. Ребятам подготовили интересные конкурсы и приветствия команд, тестирование на знание правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда, оказание первой доврачебной помощи, а также конкурсы капитанов и наставников и робототехники. По итогам соревнований команда «Фантастическая семерка» школы номер 2 заняла первое место. Второе у команды-чемпионы из школы номер 1. Третье у команды-моряки из Старо-Акбулатовской школы. На вопросы жителей Дюртюлей ответит депутат Курултая Республики Олег Калинин. Прием состоится в здании района администрации. Встреча пройдет 5 марта с 10 до 11.30. Предварительная запись по телефонам 3-14-10 и 8-917-776-50-75. В Дюртюлях взорвали банкомат. Инцидент произошел 1 марта. В одном из местных магазинов в 6 утра раздался хлопок. По данным следственной оперативной группы, причиной взрыва стала попытка взлома банкомата. На месте преступления оперативники установили приметы подозреваемого. Злоумышленника поймали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 26-летний житель города. В настоящее время оценивается ущерб. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на кражу и умышленного повреждения имущества. В Верхней Иркево прошли районные соревнования по национальной борьбе кореш среди юношей 2004-2005 годов рождения. Турнир состоялся в детской юношеской школе номер один. В нем приняли участие школьники из сел Итеево, Старокиргизово, Ишкарова, Старокуктово и Верхнеманчарово. Ребята боролись в разных весовых категориях. По итогам личных выступлений первое место заняла школа села Итеево, второе у Старокиргизово, третьего удостоились ребята из Старокуктово. Всех победителей и призеров соревнований наградили грамотами управления образованием. В Болтаческом районе проводится профилактическое мероприятие «Должник». Операцию проводят сотрудники ГИБДД района. Основная цель – взыскание неоплаченных штрафов за административные правонарушения и повышение уровня транспортной дисциплины. За неуплату административного штрафа в течение 60 дней предусмотрен штраф в двукратном размере суммы неоплачиваемого штрафа, либо административный арест до 15 суток, либо обязательная работа до 50 часов. При оплате штрафа 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить 50% от суммы штрафа. Информацию о своих неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте госавтоинспекции или госуслугах. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды. Субтитры подогнал «Симон»!